СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вкусно? Вкусно? А что это тебе такое? Пирожное. У нашей девочки в классе сегодня был день рождения. Нам дали пирожные. Вот получила свой заказ в стокотете. Заказала себе такую кружку. Блендер. Хочу показать. Вот в такой упаковке мне пришел мой заказ. И оставили просто на ресепшене. Вот такая кружка. Теперь я могу делать смузи. Вот такое вот странное Балийское утро. Я отвожу Артема в школу. Сейчас 6.30 утра. Погода просто ужасная. Очень сильный ураган. Ветер, ливень. И дорога, как обычно, будет... Вот, в общем, пожелайте нам удачи. Мы едем в школу. А, кстати, кто знает, что... Я иногда за рулем надеваю очки. Да, у меня немножко конечное зрение. Буквально 0.5. Но вот в такую погоду, либо когда очень темно, мне для фокуса нужны вот эти штучки. Вот. В общем, поехали в школу. И я надеюсь, погодка изменится, потому что у меня сегодня было очень много дел. Мне надо заехать на почту Бали. Поэтому узнать информацию для одного заказа. И, в общем, на самом деле, намечался очень полезный, интересный влог про вообще возможности доставки с нашего острова. Вот. Поэтому поехали в школу, а потом посмотрим, что. Как вы видите, как ученые? Как ученые? Красивые ученые. Сема у нас с мини-завтраком, потому что в школе у них ближайший полный завтрак, часа через три. Лебенок проголодается. Я и так... Олеська, как обычно с нами? Мы уже едем больше часа, и мы еще не доехали. Первое опоздание в школу. Интересно, да, Тёмка? Да. Первый урок должен быть грамматиком. Ну, не знаю. Первый урок должен быть грамматиком. Ну, для пари очень холодно. В самом деле, все смеются, когда мы об этом рассказывали. Но вот, например, всю эту неделю идет дождь, солнца вообще не было ни одного дня, и очень холодно. Ветер холодный, я вот в рубашке, в шортах, мне штаны, штаны нужны. В общем, мы опоздали, примерно, в этот час. На полчаса именно от урока, и в целом на час мы обычно ездим. И все нормально, мы не одни такие, Артем уже на уроках. А сейчас Олеська ищет все места, в общем, по просмотру. Мы сейчас ищем другое жилье, апартаменты для Олеси и Артема, потому что я остаюсь на Букете, я люблю это место, я хочу жить там. А Олесь с Артемом надо жить поближе к школе, поэтому мы в районе Дель-Пасар, ищем для них апартаменты. Что случилось? Это молиться? Лидия вместо туалета пришла для молитв. Хотела вам показать на вход в школу. Тетя Цветяна. Теперь официально на вход открыть в школу. В общем, мы в торговом центре в Дель-Пасаре приехали посмотреть центральное отделение почты. Ну так, интересненько. Рассказываю. Из Индонезии нельзя отправить почтой посылки в Россию и в Украину. Поэтому, имеете в виду, доставка только службами курьерскими, которых очень много. Но, естественно, брать у них уже не стандартные. Вот, в общем, информацию подтвердили. Не зря приехало почтовое отделение. Вот так. приехали посмотреть один комплекс с апартаментами для Алиси. Вот такой красивый вид. Посмотрите, лисовое поле. на английском. О-о-о, ты в меня веришь, Плюм. Ты в меня веришь, Плюм. Я слышу, Коля, а не не слышу. Мам, будешь читать мне? Ну, значит, буду читать. Английский. Не, не смотри. Тебе суп дали? Да. Не дам. Да. Все, вам надо. Вы типа прикладываете. Дети, наверное, должны отмечиться, что они решили. Что, заболел, Тём? Запят? Артём, сколько ты не болел? Сколько? Четыре месяца на Бали. Ты вообще ни разу не заболел. В итоге ты пошел в первую неделю в школу. И все? Я заболел. И все, и ты заболел. Да, от кого-то пушкал. Да, от кого-то заразился. А сейчас на этой неделе начинали самые интересные занятия. Так, в общем, мы приехали по страховке по клинику Бимс в Носадуа. Вообще, хорошее у них отделение, поэтому, я думаю, вылечит ребенка. Температура 30. Учимый кашель. Да. Носадуа написано. Носадуа написано. Всегда. Олесе вручили вот такой вот красивый конвертик. В этом конверте виза Артема новая. Кита студенческий. И букинг на проживание в Малайзии. И билет. Вот. Поэтому вылетают. Визу Олесе компенсируют полностью. Билет они тоже все купили сами. В общем, вот так вот. В середине марта едут они путешествовать. Теперь я ничего вам не показываю. Чтобы Ютуб меня опять не заблокировал. Немножечко. Это две. Это ресурсуры, да? Да, да. И, П, И. Это П, И. П, И. Вот. Индонезиан. Индонезиан. Это традиция. Это традиция. Это традиция. Это традиция. У меня был традиция? Да. А вы думали традиция. Да. Да. А вот как мне традиция в Венгдей? Венгдей? Сейчас посмотрю просто сами. Папки. Давай. А ты сегодня? Нет. А сегодня? Нет. Нормально, я возьму. Угу. Да? Угу. 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 Приехали в большой хозяйственный магазин. Ассе Аки, не знаю, как правильно считается. Тут есть все. Все-все для дома. Угу. 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 типа духовка очень приятно будет запекать у это кофе плантации кофе мы приехали vip starbucks такое starbucks городок у не здесь есть своя ферма по выращиванию кофе и просто огромнейшее пространство прикольно столько лет на бали говорит на фейсбуке уже три года на бали и так много интересных новых мест и зерна кофе а 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 в целом вот такой стаканчик пластиковый он для горячих напиток очень удобно в машине и и а а я вкусно капучино и у нас разные десерты на дегустацию под дождем купаться пошли урок плавания у детей в в маленьком бассейне дети которые не умеют плавать а в большом которые умеют а вы артём а вон вижу второй точнее первый в очень классно вот такой урок в скутере в первом классе на бали в 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 к в в в х к в в ев они могут Единогласно, что Олеся с Артемом приедут в Асарку ближе к школе. Мы нашли очень классные апартаменты, я вам показывала их в прошлом видео, но удалось их запутировать, поэтому теперь Олеся будет жить в апартаментах в апарт-комплексе. У них там есть спортзал, кафе, прикольная швистечка, на самом деле, я еще позже покажу. И сейчас мы собираем все вещи, за 4-5 месяцев на Бали у них накопилось очень много вещей, поэтому, конечно, такие переезды, это не так, когда ты приезжаешь тут отдыхать. Сейчас мы собираем все вещи, Артема помогает Олесе все вывозить, и мы поедем в первую очередь купить Артему шлем для байка, потому что Олеся не будет брать машину в аренду и будет пользоваться услугами Гоуджета. Гоуджет – это скилый такси на Бали. Вот будут они ездить на байке, и Артему нужен шлем. Специальный детский, по-другому детей не перевозят на байку. Ну, вот это я так скажу. Поэтому, в общем, пойдем с вами выбирать. Наконец-то мы ждем, кстати, купим, потому что мы долго в время его не покупали, и наконец-то мы его купили. Ну да, потому что была машина. Ну нет, мы же планировали, но мы же планировали, но не купили же. Теперь есть очень-очень-очень сильный повод. И маленькое время. Да, и есть время. Маленькое. Почему маленькое? Ну, то есть я в школу уже завтра иду. То есть у меня выходные. Ну а почему оно маленькое время? Наоборот, у нас есть свободное время, получается. Нам же за это свободное время успеть. Ну вот. Ну вот. В общем, поехали отвозить Олесю и Артема и выбирать шлем. Да, давай пустим. А, тогда Тема совсем не сядет. Тема совсем не сядет. Еще раз скажи. Все уезжают, а всегда остается, потому что Лиза уезжает в какой-то там остров вдруг. Нет, в Москву Лиза уезжает через месяц. О, еще у нас будет. Еще уезжает в Москву. Разные мультики, а? Ну если бы он был просто красный, типа вот такой просто красный. Артем, детских нет просто красных. Они все креативные. Ну, мне не нравится. Тема. Покрутись. У тебя там что-нибудь есть? Полоски. Крутые полоски сзади. Вот такой шлем у Артема. Осталось чехол. Чехол от дождя. Какой чехол? Дождевик. Дождевик точно. Ну как? Нравится? Мне ничего еще не позволяло, только кафе. Тебе нравится? Кафе. Что, в твоем доме теперь есть кафе? Да. Ну хотя бы кафе. Магазина нет, но кафе и нет. Хотя бы кафе. Кафе. Сea-то. Вот так. Да. Вот так. Хорошо. Продолжение следует...